Весь такой на понтакт постоянно. Постоянно с собакой, с пивом. Собаку пинал, постоянно обижал. Соответственно, видно было, что... Подозреваемого педофила на районе, как говорится, знают. Говорят, злоупотреблял алкоголем, наркотиками буянил. Правда, мало кто из соседей назвал бы его извращенцем. Но 30 ноября на этой остановке он подошел к 10-летней девочке, которая возвращалась из школы. По версии следствия, 43-летний мужчина попросил помочь своей дочке сделать домашнюю по математике. Квартира подозреваемого в 100 метрах от остановки. Сейчас здесь никого нет. Мужчина в тюрьме. Арестован на два месяца. Его соседка не удивлена, что тот снова попал за решетку. Да как его характеризовать? Вы что? Там вот такая кипа, наверное, в милиции все на него есть, а вы характеристика. Ну вот какая характеристика? Терпит-терпит неделю, потом бухает, потом, значит, все. Ну и сестра даже ушла из квартиры, чтобы только с ним не жить, потому что он разгром периодически устраивает. Никакой дочки, которой нужно было помогать мужчины, и не было. В своей квартире он показывал девочке порно-ролики и не только, а потом отпустил. Более того, он позвонил маме школьницы и рассказал, что на остановке ему стало плохо с сердцем, и девочка помогла ему дойти до дома. Стревоженная родительница вызвала полицию и его задержали. Девочек он не водил себе на постоянное? Ну, сестра раньше жила, сейчас сестра переехала с дочкой. Когда трезвый, адекватный, обычный человек. Подозреваемый оказался с криминальным прошлым. Мошенничество, кража, последний срок получил за незаконное проникновение в жилище. Его приговорили к исправительным работам. До сей поры находился под административным надзором. Согласно имеющимся характеристикам, мужчина не женат, проживал один, не имеет детей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и незаконное проникновение в жилище. Также мы располагаем сведениями о том, что он состоит на учете у врача-нарколога. В школе, в которой училась пострадавшая девочка, уверяют, что регулярно напоминают детям, как вести себя с незнакомцами. На родительских собраниях рассказываем о этом родителе, что если у вас ребенок хочет во вторую смену, что его лучше встречать, провожать, потому что на улице темно и далеко не безопасно. В последнее время про подобных извращенцев новостям ТВК сообщали. Тревожные сигналы от родителей приходили из Солонцов и микрорайона Нанжуль-Солнечный. Дети рассказывали, что какой-то дядя пытался заманить их к себе в машину. Предварительно несовершеннолетним каких-либо телесных повреждений причинено не было. Полицейскими в установленном порядке все поступившие обращения зарегистрированы. И в настоящее время сотрудники органов внутренних дел по данным сообщениям проводят проверку, опрашивают возможных очевидцев, а также проверяют камеры наружного видеонаблюдения. Неизвестно, связаны ли события на Щербакова, в Солонцах и на Нанжуль-Солнечном. Полиция и Следственный комитет установят детали. В любом случае, это повод еще раз задуматься о безопасности детей и сделать все, чтобы такое не повторялось. Виталий Поляков, Анастасия Масленникова. Новости ТВК.